Всем привет, и с вами канал Barsick Bullet Journal и косячная Лена, которая успела запороть развороты на сентябрь. Мне не нравится там ничего, кроме самого первого коллажа. И, наверное, приступим к самому развороту, точнее, не к одному, и посмотрим, где же я накосячила. И, собственно, вот. Не бейте, не бросайтесь тапками, пожалуйста, потому что мне, извиняюсь, мне самой он не очень нравится, как бы. Объясняю, почему так вышло. Вы можете посмотреть мои предыдущие развороты, то есть даже разворот на предыдущий месяц, и, как бы, извините меня, он очень красивый, он очень прикольный. И, как бы, то, что вышло сейчас, особенно вот это вот, это ужасно. Но я подумала о том, что нужно показывать любой свой опыт, показывать о том, что у всех бывают косяки, то, что не все месяца могут выходить шикарные, идеальные, как вам нравится. Поэтому я решила поделиться с вами разворотами на сентябрь тоже. Возможно, возможно. Не единственное, что скрасит, это вот такие вот котики. Я их покупала, по-моему, год или два назад, но все время забывала ими пользоваться. А они как раз-таки рыжие. Самая то на осень, самая то на октябрь, ноябрь, и все в этом духе. Вот. А еще я тут их уже немного приклеила, потому что мне настолько сильно не понравились развороты, что я решила уже сейчас начать пользоваться наклеечками. Хотя сентябрь будет... Ну, для меня послезавтра, когда выйдет это видео от 31 или 30, я не могу точно сказать. Собственно, что вам можно показать? Это офигенный калаш. Почему-то мне очень понравилось делать калаши, и я сейчас пытаюсь вспомнить, где я еще делала калаш. А, вот. Мне он понравился. Я вдохновилась калашами, и тут сделала тоже калаш, примерно в такой же технике. И, знаете, это офигенно выглядит. Это выглядит просто... Особенно вот эти вот надписи. Кстати, если хотите, чтобы я скинула вам файлы с вот этими вот надписями, приходите ко мне в инстаграм, и совсем скоро я их начну рассылать вообще всем. И, собственно, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить этого. А пока что объясню, почему вот эти вот странички такие не очень, мягко говоря. Потому что я купила стикеры из Зака. Кстати, сейчас идет конкурс, он продлится до 1 сентября, поэтому успею поучаствовать. Он также в моем инстаграме. И, собственно, мне так захотелось использовать оттуда вот эти вот стикеры, что я не придумываю, как их приклеить. До меня дошло после того, как я уже сделала развороты. Ну, как бы, это трекеры привычек. Они есть везде на каждой неделе. И, возможно, именно то, что тут офигенные стикеры, которые я покупала, извините меня, в Зака, возможно, они позволят мне хоть что-то выполнять из трекеров. И, собственно, что у нас на неделях. Тут я расписала трекеры. Это спорт, растяжка, не объедаться, без сахара, чтение и продуктивность. Это то, что я буду отслеживать в этом месяце. Потому что хочется немного привести свое тело в порядок. Все к лету худели, а я худею для себя. Потому что мне не нравится то состояние тела и то внутреннее состояние из-за тела, которое у меня сейчас есть. Мне очень сильно нравится этот разворот. Вы не представляете как. Точнее, не разворот, а именно эта страничка с этим коллажом. Она меня очень сильно вдохновляет. Ой, веточка. Вот так вот пускай будет. Вот. Собственно, тут расписание со среды по воскресенье. Следующая неделя приблизительно такая же. Вот. Только выглядит она еще хуже. Да, этот месяц вышел, ну, очень косячным. Мне очень хочется в нем останавливаться. Я не сделала тут 30 целей на месяц. Просто потому что мне не понравилось все оформление. И я подумала о том, что я не хочу в этом месяце это делать. Просто выпишу себе список дел, которые буду обязательно выполнять. Собственно, эта неделя ничем не отличается от этой недели. Тут я только неудействительно немного трекер сократила. Но особо показывать тут нечего, если честно. Поэтому ставьте лайки или ставьте дизлайки. Честно, вот это вот может вывести. Вот это вот офигенная страничка с котами. Тут очень много котов. Это вот то, что меня вдохновляет. Тут дофига котов. У меня все с котами. Вы можете заметить просто все. Едет много уточки. И если хотите новые видео. Если вы хотите видеть видео о том, что я беру с собой в кореш. Кстати, учусь я на архитектора. И в принципе видео связаны с архитектурой. То ставьте лайки, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok